Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, с вами я. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, специалист в области позитивной психологии и это моя программа ресторана красоты Лакафе де Бьюти, творческой студии позитивного мышления. Приготовила себе такой уж такой обед, как в Парижах. Сейчас я освобожу столик. Так что вот, принесу сюда тарелочку, налью себе еще в чашечку свежей водички. Здесь нужно красивенько, красиво подвину чуть-чуть трон. Вот так. Подключу это на зарядочку. Здесь нужно включить на зарядочку. Компьютер. Так что вот, дорогие друзья. Ох, и такая аркоземическая красотка. Так. 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 Продолжение следует... 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 знаете работал на спецслужбы не знаю такой милый такой милый вообще вот такой милый вообще сергей владимирович поэтому с ним было невозможно договориться что работать дома там был порядок на может на 20 минут там опоздаешь с утра если может быть он сам еще опоздает так что вот а там был такой порядок приходить надо было вовремя уходить не раньше это как бы не обсуждал знать а уже новые веяния компьютеризации вообще вот эти новые веяния пришли с ивановым антон саныч так что вот вам ли мне ли вам рассказывать когда иванов антон саныч пришел в управление юстицией начальником я это помню где там но то ли я где-то в общем слухи стали ходить слухи или это по телевизору пока в общем я не знаю то есть в общем где-то я потом читал а потом я позже на в интернете читал так что вот с вами распоряжением сделал такое что женщины во время таких своих этих месячных вообще таких вот этих дней могут несколько дней не работать могут быть в отпуске дома так что вот я была так удивлена честно говоря татьяна салмана не было удивлена в этом он весь был он даже стал заботиться понимаете вот этот мужчина который заботится понимаете о женщинах вы поняли да вот вон вообще вот 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 вы хотите как вот его охарактеризовать вот так вы поняли да и когда к нам он пришел в правоведения, когда я у него спросила, а можно я буду дома печатать статьи, там часть на работе, часть дома. И ответ был, конечно, самое главное, чтобы по работе было все сделано. Какая ему разница, где я там в этом кабинете сижу, печатаю или дома написал, самое главное, чтобы все было сделано. Понимаете? Вот так. Хотя другой руководитель мог бы пойти на принцип, нет, все сидят на работе, короче, вот это. Я вам объяснила, что мне так удобнее, ну правда удобнее. Если работа сделана, вот у меня машинка печатная дома была, вот. Вот эти новые веяния пришли вообще с ним, поэтому, что-то говоря, меня не удивило. То есть на самом деле я вообще считала, что, знаете, он вот такой вот вообще должен быть очень большим, а, знаете, он такой впечатляет. Он даже когда к нам пришел, знаете, он вообще вот казался таким вообще большим, он же и похож на, знаете, на этого американского какого-то. Вот мужчина мне опять звонит, смотрите, звонит опять вот мужчина. Мне всю ночь звонил, мужчина. Сейчас мне громко сделан, громкую связь. Вы знаете, что, когда вы мне звоните и ночью, и днем, и вообще на самом деле, вы считаете, что я рада слышать вас в 2, в 3, в 5 утра, и вообще днем вы звоните, и молчите, да. Так что вот, ну, мы на позитиве, вы хотите что-то сказать, мы вас слушаем внимательно. Вы будете прям в прямом эфире, будете прям звездой Ютуба. Вам нечего сказать, да? Ну, хорошо, и ваши смс мне не надо присылать по ночам. Так что вот, я по ночам сплю. Прослушайте тогда информацию. Творческая студия о позитивном мышлении, силы позитивной мысли. У меня громко говорите для него. Творческая студия о позитивном мышлении, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум. Он сайт будет. Если вы хотите стать спонсором моих программ, вы можете перечислить ваши деньги на мою кредитную карточку Bank of Tinkoff. Смотрите, он не отключает. Так что вот. А, теперь он лает. Он когда хрюкает, когда лает. Это вообще просто, вообще сказать матом. Теперь он лает. Понимаете? Он сейчас лает, а тогда он хрюкал. Так что вот. 7, 952, 239, 37, 10. Телефон. Чей-то телефон, дорогие друзья. Это, наверное, купленный на рынке чей-то телефон. Так что вот. Он сначала погавкал, теперь он хрюкает. И, в общем, ну, в общем, как? В общем, вот такие вещи. А, кстати, он не отключается. Кстати, он вот не отключается. Он погавкал, похрюкал. И, в общем, на самом деле, ну, в принципе, может на ломаном русском прислать. Он, может быть, не говорит на русском языке. О, вы скажите на вашем. Вы, наверное, восточный мужчина, я так понимаю. Вы написали там вот этот шаг с ошибками по типу там вот это вот. Вы написали такое чувство, что вы с востока владеете плохо русским языком. Да вы нам... Он хрюкает. Вам поближе это поднести? Ну что, давайте, хрюкайте в прямом эфире, мужчина. Давайте. Вы слышите? И он, самое главное, не отключается. Вот видите, не отключается, хрюкает. Так что его... Мы будем его слушать, его хрюканье. Вы хотите, чтобы его ближе поднесло? Так что я его, конечно, отключаю, потому что, ну, его хрюканье, в общем, его гавканье. 17 часов 17 минут 1 сентября 2021 год. Так что вот. Вы, Дима, говорите, знаете, где-то позвоните. Вот я выключила, положила в карман. Знаете, как, знаете, вот это вот. Два месяца психушки в 19-м году, два месяца, 10 дней в психушке в 21-м году. И посмотрев на вот этих людей, понимаете, на самом деле, как поет, да... Нет, не поет, как перед своим или после выступления Стас Михайлов говорит, понимаете, вот это вот. Как же он там сговорит? Желает, чтобы были в растутке, в разуме и жили, короче, вот это вот. Так что вот. Это такое ужасное наказание, Дима, вы просто не представляете. Такое наказание, знаете, вот для тех людей, кто соображает. И, в принципе, знаете, на самом деле, такое унижение для нормальных людей быть в психушке. И вообще посмотреть на это все. И такое унижение, как там эти люди, которые, понимаете, вот это вот ночью привязаны к постели, а днем они привязаны к стульям, в общем, к диванам. А есть же еще 5-е буйное отделение, так что вот, которое с решетками. Наша инфекционная, Дима, вы говорите вот это, наше инфекционное отделение, когда там было поступление с 5-го буйного, там сразу, сразу это чувствовали. Просто по рассказам, вот они говорили, что 5-ая буйная, там вообще, если так эта палата открыта, там без дверей, то 5-ая буйная, она тут шутка. А Татьяна Салмановна думала, что ее интересы защитят, там следственный комитет, все президент подписал, следственный комитет, так что вот, кому это надо, кому вы нужны, кроме вас самих. Так что вот, полиция, милиция, следственный комитет, президент Российской Федерации. Что-то как-то, Татьяна Салмановна, в общем, мужчина позвонил, просто вот это вот, как-то вот так. Просто я, Дима, для вас, как бы, я просто, мы с вами, знаете, в таком режиме, такой переписки, переписки, я там писала, ну, конечно, то, что я написала, я в прямом эфире это сказать не могу, но не в прямом, а вот я записываю на мой компьютер, потом я это выложу на мои каналы YouTube, и на странице ВКонтакте, Facebook. Так что вот. Конечно, ни к еде это будет сказано, ни к еде. Ну, ни один, ни один, знаете, вот этот вот, ни одна спецслужба, и ее люди не выдержат энергии, знаете, вот как здесь говорят, сатана, дьявол, ни одна спецслужба не выдержит этой энергии. Так что вот. Они или падают, или вот так начинают хрюхать, или гавкать, решите в этом роде, так что вот. Страшное, страшное, страшное дело. Поэтому, если говорить об интернет-пространстве, видимо, нужно быть очень осторожной, куда-то там впрягаться, какие-то стримы и так далее, потому что я смотрела по интернету очень много. Те же, понимаете, вот эти вот какие-то там Бандера, где-то вот это вот. Вы поняли, да? Совершеннейший ужас. Это Бандера, что он там, это герой. Совершеннейшая пакость. А то, что я там чуть-чуть посмотрела по интернету, есть церковь сатаны, или еще какая-то гадость, я вообще не понимаю, как такое вообще возможно в интернет-пространстве. Поэтому надо быть, конечно, очень аккуратным со всем вот этим. И знаете, как говорил пресс-секретарь Ельцина, прежде чем войти к Ельцину, вот, или вообще какую-то информацию там дать, там очень серьезно проверяют и говорят, что можно сказать, что нельзя сказать, какую информацию можно сдать, какую не надо давать и расстраивать уже не надо. Так что вы понимаете, да? Там такой фильтр. А сколько было ему лет? Какое было у него здоровье? Вы что думаете? Он бы потянул всю эту информацию по стране? Поэтому себя нужно держать, себя нужно любить, себя нужно держать, себя нужно ходить или леть. Точно так же, как вы чистите зубы каждый день, не знаю, там, два раза в день принимаете душ. Так же нужно и свою голову держать на позитиве, на позитивных мыслях. Так что вот. Ну все, теперь у меня такой штан холодненький сел. Так что вот. Агент номер 7, Бобшука Маркова ведет расследование. Окошки говорящий, дом волшебный. Давайте, я учусь на каком-нибудь полетепчике. Агент номер 7, спецзадание. Матахари. Знаешь, такая Матахари? Такой фильм. По мотивам мы решим такое новое. Типа Матахари, какие-то спецзадания, спецагенты. Что-то узнать, разузнать. У меня она опять звонит. У меня кто-то другой звонит. Он же звонит. Смотрите, опять звонит. Я, представляю, этот звук выключил. Ну, это бесполезно. Это бесполезное просто занятие. Поняли? Просто бесполезное. Так вот, возвращаясь к спецагентам, знаете, ну что-то, что-то наполезет. Или, не знаю, там, или что-нибудь волшебное. Или сказкотерапию. Что-нибудь такое сказочное. Сказкотерапия. Кстати, есть такая методика выздоровления, сказкотерапия. То есть, очень такая методика, очень хорошая, Симарон. По Симарону, как говорит Наталья Правдина, с русы закидываешь на люстру, это к деньгам, что-нибудь такое веселенькое. Говорят, что помогает. Так что, вот, здесь очень много чего-нибудь такого интересненького. Есть смехотерапия. Смотрите, там, эти мужчины специалисты, он проводит даже тренинги по смехотерапии. Ой, я сама как смеялась. Он выиграл чемпионат мира по смехотерапии. Смотрите, на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмана через дефис, Маккум Саняй Кудин через дефис. Пишется на русском. Понимаете, очень хорошая профессия. Понимаете, проводить тренинги по смехотерапии. Я же сама не изучила полностью. Он так заразительно смеется там. А чтобы излечить глаза, чтобы улучшить зрение, нужно посылать любовь. А, улыбку. Нужно посылать улыбку по Норбекову. Я точно знаю. Да, хорошие очень результаты были у людей. Я же ты вот, глаза у людей влечиваешь. Заняться позитивом, чем-то таким. Так вот, возвращаясь к сценарию фильма. Агент номер 7. А, там, Китай. Что там, в Китай, да? А. События там как разворачивались? Сценарий. У меня там чуть-чуть сценарий уже было написано. Сценарий такой. Ну, там героиня фильма посмотрела ролики про китайскую армию и решила, что эта армия очень опасна. Представляет большую опасность для мира, для угрозы мира. Что угрожает мировой безопасности, мировой ядерной вообще войной. Это фильм такой, сценарий. Что они сами опасны по себе. армия. Поэтому там было такое спецзадание. Так что вот, по Вольфу Мессингу это задание. Отключить у них эту аппаратуру. Эти кнопки ядерные, когда они захотят нажать. Когда они захотят нажать на эту кнопку, было задание отключить эти кнопки. Чтобы у них компьютер, чтобы все это из строя вышло, короче говоря, чтобы это оружие никуда не полетело. короче. Она же там автоматизирована, так она никуда не полетит, правильно? Только так у них может взорваться. Хотя у них может взорваться, понимаете? Так вот. Что там дальше по сценарию? По сценарию так. Что да, когда была опасность, это все отключилось. Вот. И вообще была такая вообще угроза. Ну, такой американский, такой американский блокбастер, такой бестселлер совершеннейший. Еще вот это. Еще в процессе написания. Такой в процессе написания. Ну, самое интересное, самое интересное. Как разворачивались дальше события. Вы понимаете, да? Вот такая фантастика. Это фэнтези. Фэнтези. Рокин, потом была фишка в том, что в принципе они сами как бы не ожидали а потом решили узнать как это работает как это отключилось немного раз они пытались спросить и в чем здесь опасность понимаете здесь такой фантастический фильм и в чем здесь такая опасность вы понимаете нам кто владеет например такой технологии возможно захочет понимаете таким образом завоевать знаете как они все у них и космос знаете как они эти штучки как это называется ну вы поняли да опасность в том что как бы новые технологии если у кого-то машины или самолеты будут летать быстрее вот чем на той стороне силы но это я так знаете я не знаю честно говоря но это фэнтези фэнтези вы поняли да в этом опасность я не знаю это не знаю это не знаю это Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какого-нибудь хорошего. В принципе, там есть такая вообще глобальная идея, тем самым хотел создатель неба и земли установить такой стабильный мир на земле, чтобы не было войны, чтобы не было вообще больших войн, ну какие-то междугазоники, тут что-нибудь такое мелкое. Вы поняли, да? Ну, объяснить эту идею военным и вообще, понимаете, да? Объяснить эту идею мировую вообще, донести до всех государств. Да? 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 Ну, а мужчина скучает. Да? Мужчина, полетели с нами в Ташкент, в старую серию. Послушайте. Это охранник. Оказывается, в этой шапочке есть же охранник с этой будки. Просто тепло было, он там сидел на этой штучке. О, это охранник. О, охранник с территории. Магнит. О, охранник с территориями. Идея там была ещё в чём? Это было не только это, ещё вот эти бойны, которые были. Так что вот, я тоже это фэнтези, я вам рассказываю, сценарий, пишу сценарий для фантастического фильма, фэнтези, блокбанк, Голливуд такие, Голливуд любит. Учусь актёрскую мастерству по ютубу, хочу быть этим, сыграть роль в сериале «Агент 007». Так что вот, что-нибудь интересненькое пишу. Вот кушаю, смотрите, и вот, ну частью, сейчас у меня уже было там написано, сейчас, вы знаете, сейчас что-нибудь такое интересненькое. А как бы сказал Нил Дональд Волш в книге «Беседа с Богом», создатель смотрел-смотрел на этих мужчин восточных, которые там всё бегают и воюют, и не мог понять, что они там всё по горам с автоматами бегают. Да, да и есть книжка «Беседа с Богом», «Нил Дональд Волш», много-много-много-много книг. У меня были все книги куплены, но все они были прочитаны, только часть просмотрена. В общем, создатель неба и земли на них сверху смотрел. Вот эти мужчины восточные, всё эти бегают с автоматами, там что-то всё эти воюющие, их так много, они такие молодые. А другая часть мира, она страдает, говорит, что мужчин мало не достаёт, женихов мало. Так что вот. Он на них всё это дело смотрел-смотрел и решил, короче, одним мохом решить этот вопрос. Он решил, что хватит им бегать, их нужно срочно женить. На тех тётеньках, которые там за 40 хотят, короче, замуж. Ну да? Подыскал он там быстро невест. Ну это фэнтези, вы поняли, фэнтези. И всё хорошо. У тех сразу дома, понимаете, эти дома, жёны. Женищины за 40 пристроены, а то, говорят, за 40 никому не нужны, а те бегают. Понимаете? Создатель неба и земли такой отдыхал, такая она отдыхала в таком там вообще с этим блаженстве. Вот это вот. Потом решил, знаете, обратить внимание, что там это делается в миру. Эти женщины за 40 мужей не могут найти, понимаете, страдают. А те всё воюющие бегают. Непонятно зачем. А чё бегать? Это совершенно гениальная идея на уровне, понимаете, на уровне, знаете, будьте как дети по Библии. Понимаете? Вот это вот. Ну, вы поняли, да, что это такое фэнтези. Сценарий, да, фэнтези. Сценарий, да, фэнтези. И одновременно Создатель Неба и Земли решил распространить это знание и сообщить этим людям, кому они должны быть благодарны. Так что вот, и сообщил, чтобы эти люди знали, в частности эти мужчины, женщины, кому они должны быть благодарны. В первую очередь Создателю Неба и Земли, и во вторую очередь вот этому посланнику, который на Земле. Так что вот, живет. Рассчитывая на то, что они будут благодарными, будут обращать свой взор к Небу и хотя бы будут благодарить за семью, за совершенно другую нормальную жизнь и так далее. Вы поняли, да, идею? И он донес эти знания, чтобы они точно знали. И какой была реакция? Это фэнтези. Татьяна Солмановна вам рассказывает сценарий фэнтезического фильма. Они оказались совершенно неблагодарными. Они совершенно плевать хотели. И на Создателю Неба и Земли, но уж тем более на... Ну, в общем, вы поняли, да? И на Создателю Неба. Конечно, реакция Создателя Неба и Земли какая была? Если Султан Бруне всего один раз спрашивает. Все дальнейшее небо и Земли это сделал. Потом посмотрел на реакцию. Вот это вот... А, сделал, сообщил, посмотрел на реакцию. И все, сказал, что, короче, вот этот вот, короче, как называется там? Вам сказать матом или так? Понимаете, по поводу посланника это отдельный разговор. Ну, по поводу Создателя Неба и Земли, когда он из такой ситуации. Ну, это бы фэнтези. Это фэнтези по типу мифологии, по типу вот этой вот, как называется, притчи. Как в книжке, но Нила Дональда Болоша. Идея была Создателя Неба и Земли. Во-первых, сделать для них такую нормальную жизнь. Ну, поняли, да? Так что потом им сообщить об этом, кому они благодарны. донести до них эту информацию, чтобы они это поняли, чтобы они именно поверили, что он существует. Так что вот. И когда была вот эта совершенно... Ну, вы поняли, да, что он уже говорил по поводу евреев и по Холокосту. А здесь даже ни евреи, ни Холокост. Так что вот. Это как говорила вот этот вот Коран, там вот про, знаете, про вот этот ад в Коране, что там пишут, гореть в аду. Короче, вот это. Короче, вот так вот. Вот такие вот дела. Ну, это, знаете, такая часть фэнтези вот в этом фильме, понимаете, в этом фильме. Ну, конечно, знаете, начала что-то такое рассказывать вообще. Наверное, на позитив все кушаю. Он срочно переключается на какой-то позитив. Он срочно переключается на какой-то позитив. Такое, кстати, связано с этой очень большой реликвией, как она там называется, мусульман. Они тоже понять не могут. Вы знаете, там, это часть фильма. Он им на небесах буквами пишет, а они вот думают, что шутки какие-то, что шутят. Он им пишет буквами на небесах, информацию, знаете, прямо на облаках. А потом они смотрят, это реликви ее вообще нету. Была и нету, короче, куда делать? Такое, у меня видно. Здесь реальный огонь. Вы знаете, что вот имеет цирку и реликви. Вы знаете, что это такое. Вы знаете, когда тебе кажется, что это такое? Я думаю, что это такое. И вам будет такой, что курица. И еще я читала вообще в интернете, у них очень интересно, у мусульман. Знаете, вот как здесь как-то считают, что можно как-то грехи отмолить. Церковь как-то жертвует, что-то там такое. А у мусульман так очень интересно. Звучит это так. Примет ли Господь дары, которые они хотят подарить, примет ли? Поэтому, в принципе, в той религии несколько раз в день люди молятся, стоят на ковриках. Вот, понимаете, вот это вот. Вот. Ну, что там еще такого интересного? Ну, надо будет еще подумать. Деньги надо зарабатывать сценариями. Думаю, может, знаете, как-то сняться, понимаете. Хочу быть такой великой актрисой, как сапилорен. Как сапилорен. Ну, можем к сценариям, давайте, что-нибудь на позитивчике. Давайте к сценариям фильма, что-нибудь такое, книжка, фильм о кошке, говорящий, дом волшебный. Вы думаете, с какой целью хотел этот мужчина подарить Ишака? Он хотел подарить Ишака, вот, чтобы тот стал говорящим. А потом сказать, что Ишак – это его. Так что вот. Он хотел, чтобы этот Ишак был говорящим. Был обычный Ишак, он решил его подарить. Потом он хотел, чтобы этот Ишак был говорящим. А потом он сказал, что он этого Ишака не дарил, что верните Ишака. Так что вот. Вот он мне звонит. Знаете, как я пишу об сценарии? Вот, непонятно, кто вообще позвонил. Совершенно какой-то хулиган телефонный. Как я пишу об сценарии? Немножко в интернете, в интернете что? Вот, что он такое посмотрел? В интернете? Он ничего никогда по телефону вообще не сказал. Просто звонит и молчит. Теперь Татьяна Салманцевича придумала. Что он теперь знает? Он звонит и хочет спросить, где Ишак. Хочет Ишака обратно. Ну, знаете, в чем здесь заключается фэнтези? В чем здесь фишка и вообще фэнтези? Что я не видела, даже с ним ни разу не разговаривала. Как ни с ним, так не видела никогда этого Ишака. Так что вот. Я вообще не знаю, кто это. Это просто какой-то хулиган. Так что вот. Ну, в сценарий можно вставить. Теперь он хочет спросить, чтобы ему этого Ишака вернули. Хотя я с ним ни разу вообще даже по телефону не разговаривала и знать его не знаю. Также никогда не видела его Ишака. Так что вот. Какие могут быть вообще претензии? Это тоже для сценария. Дело в том, что потом он хотела, короче, терроризировать, знаете, вот это терроризировать, выставлять какие-то свои требования, издеваясь над этим Ишаком. А этот день Салмана мне жалко животных. И Ишака было жалко. Так что вот. Я подумала, чтобы Ишак попал, ну, в хорошую, в хорошие там, куда там дети Ишаки ходят. Так что вот. К хорошим людям. Все, я просто подумала, когда мне пришла мысль в голову, что он, в общем, как-то хочет, как это называется, выставлять требования с помощью этого Ишака. Вот Ишака жалко. Ишак говорящий. Понимаете, да? Ну, он и другим бегает. Такой говорящий Ишак. Здесь какие могут быть претензии? Кому, к сценаристу, к этому Ксфилдбергу. Обратитесь к Ксфилдбергу. Здесь кого могут быть претензии? К сценаристу, который сценарии пишет. По поводу чего? По поводу самолетов, Ишаков. У кого там что, не нажимается? В общем, не надо. Знаете, как в фильме «Маска». Когда пришел, говорит, ох, она там по ночам, эта маска, я такой прям вот этот вот. Не надо махать руками. Не надо звонить. Не надо мне говорить, что у вас какие-то Ишаки или потерялись, или говорящие, понимаете, или неговорящие. Это Татьяна Салмана напишет сценарий для фильма. Себя развлекать, нужно деньги зарабатывать. Я специалист в области позитивной психологии, в которую часть входит сказка, терапия, понимаете, вот это вот. И какие-то истории я решила в борьбу в мир во всем мире сказать людям, что худой мир лучше любой войны. Вы поняли, да? Как этот фильм «Маска» сказал? Да, я в книге пишу, да, мифология, что вот это, какие-то там, что-то такое вот в этой маске, вот это, но это мифология. Не надо путать, не надо вот это показывать, эту маску вот эту вот, трясти вот этой маской, вот это вот, и что-то там, почитали книжечку, что-то послушали. это 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 метафорично это это мифология не надо путать два понятия это то примерно то же самое как спросить да вот где там этот и шаг там или лучше за там вот это вот да где он может быть это это просто сценарий я просто это придумал для сценария для фильма или для книги где он может быть задать такой вопрос понимаете если я никогда не видела ни этого мужчину не шака и вообще ни разу эти мужчины не разговаривал спрашивать у меня где этот и шаг о чем вообще речь может вот это так что о чем речь может быть вы поняли да кто чего там нажимал не нажимала включала тогда это сценарий это все это все сценарии а по реальности у меня книга написана тайная психология денег секреты богатства и процветания на основе литературы на основе литературы которые я прочитала купила и прочитала на основе видео материалов позитивное мышление смежной науки это не сама придумала я там у меня написан текста дальше очень много много цитат ты можно ознакомить джон кеха джонек мэрфи джек кэнсел тони роббин луиза хей рэнди гейдж и другие марк профи элизабет профи это не я придумала карту сокровища это вот у марка элизабет профи это было написано в книжке это не я придумала что аффирмации работает об этом говорит и пишет луиза хей в своих книжках голливудский актер джим керри говорит что он стал благодаря аффирмациям этим актером и получает гонорары по 10 миллионов долларов это он говорит я об этом пишу мои книги это не я придумала это наталья правдина говорит что сен-жер-мен в общем веление сен-жер-мен и ей помогли это джек кэнсел пишет в своей книжке и говорит о себе о дуне комфорта о расширении дуне комфорта что нужно покупать дорогие рубашки вы поняли да это не я сказала я просто вам объясняю в чем я специалист я прочитала эти книги там было написано и реально показано что им это помогло они на этом разбогатели и улучшили свою жизнь мне это понравилось я это все прочитала изучила написала свою книжку вы поняли да идею и написала там немного о своем опыте на 2007 год так что не надо вот это вот говорить если вы хотите поговорить вот об этом о моей книге и о книгах вот перечисленных уже Норман Винсент Пилл Джозеф Мерфи понимаете молитвы научные молитвы Джозефа Мерфи основатель позитивного мышления Норман Винсент Пилл понимаете это другой вопрос понимаете спрашивать у меня знаете где там и шаг или как чего-то там вы понимаете какая то вот ну вы поняли да идею там кошка кошки говорящие ну да понимаете мне вот 15 тысяч рублей за электричество нужно платить я думаю хорошо позитивное мышление да пока я еще не разбогатела пока я себя не запиарила так круто думаю может сценарий для фильмов пойду я просто объясняю спрашивать по поводу говорящих кошек или ишака или там еще какой то вот это вот ну так вы понимаете что это метафорично что это все как как то вот так вот спрашивать меня вот на курсах Норбекова там говорили как спинку прям пряменько сначала корону на голове поправили как она там тренер там говорила корону на голове поправили и давайте упражнение делать с улыбочкой это не значит что они всем выдали короны что там что поправляет надо это звучало метафорично это нужно понимать может не в детском саде короче имеется ввиду будь о себе хорошего мнения будь будь люби себя расправь плечи как говорит на своем видео сегодня наталья правдина кто нам мешает быть принцессой монако это не значит это не нужно понимать буквально что она всех призывает быть принцессами монако кто нам мешает быть принцессами монако говорит она что это значит это значит любить себя понимаете вот как она говорит вот нести себя понимать одеваться красиво одеваться по возможности на миллион долларов выглядеть ухаживать за собой я даже не знаю что она имела ввиду вы можете у нее спросить просто нужно понимать понимаете то есть нужно как бы когда-то вот это вот она так вот сказала потом она свой опыт говорит и в общем как то это я являюсь специалистом строго по оглавлению вот посмотрите мою книжку 28 глав строго по оглавлению я это изучаю с 2002 года я это не сама придумала я изучила литературу я написала это на основе литературы я вам еще раз говорю и строго опираясь на литературу на опыт на многолетний опыт и на успешный опыт также я пишу о джоне ракфеллере вот как там генри форди то есть я различные примеры арнольд шварценеггер все это я привожу в мои книжки и являюсь я сугубо вот таким вот специалистом позитивное мышление в принципе смежные науки как я говорю но принципе таких вот объемах моей книжки тайная психология денег секреты богатства и процветания и опираясь на опыт тех так скажем на основе чьих книг я написал свою книгу то есть если у вас есть вопросы по тематике вот по тематике вот это да я валкам пожалуйста мы с вами можем поговорить то что касается симарона трусы на люстру вы понимаете за может как-то и нужно объяснять знаете вот это как только будет дважды два вы понимаете что было жить веселее чтобы как-то улыбнуться трусы на люстру что-нибудь какое-то имя себя очень что-нибудь такое сказка терапия чтобы знаете жить как в сказке что-нибудь такое вот это вкусное интересно знаете как по школе очарования чтобы быть такой манкой сладкой чтобы вы понимаете да а это определенная как говорится ну хорошо давайте и ради степановне героини фильма между нами девочками я вчера уже вечером несколько серий смотрел этого фильма как она говорит это тоже определенный образ мышления когда ей хочется плакать у нее плохое настроение она поет или смеется казалось бы и кому нравится чтобы кто-то понимаете упортил кому-то жизнь во время твоим нытьем никому это не надо если кто-то будет жаловаться рассказывать там о каких-то проблемах жаловаться нудить говорить что того нету этого нету и вообще вот так вот все там плохо и так далее по списку кому это надо но все хотят понимаете увидеть перед собой какого-то позитивного человека который распространяет хорошую энергетику улыбается поет смеется но в пределах разумного говорит что-то позитивное наоборот поддерживает что-то хорошее улыбается как говорят еще учат понимаете как это называется подними себе сам понимаете самому понимаете займись собой сам потому что кто будет тобой заниматься не а а Обратите внимание, она 40 лет сработала в перлоармонии. Когда ее уволили, в тот же вечер она пришла домой, и она об этом и не стала говорить. Она сделала шикарную улыбку, и там был ужин у них. Она не стала об этом рассказывать. Хотя, как она днем там расстраивалась. Обратите внимание, какой фильм они сняли. Обманули ее. Позвонил режиссер, телевидение. Она уж подумала, о, фильмы, фильмы, они ее снимут. И сняли плохой фильм о ней. Что она там даже, знаете, выдает. Ну, посмотрите там, да, серия. Вы сняли совершеннейший ужас. Тверко. Прогуял Sacred. Как чуть-чезин Poor. О максимир place. Я beideetus оổi г belle feared. О, нас еще десять. Оиграем без movie нового. 항а. Вот там у кого-то такой репертуарчик, мультику слушает громко. Не знаю, там что-то машина проехала, но это такая услышанность у нас здесь. Вы знаете, никому не нужны ваши проблемы. Другие люди хотят, чтобы вы их проблемы порешали, решили, сделали их жизнь лучше. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует... 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 вот и какие-то там вопросы, проблемы как-то они так легко особо как-то и не волнуешься у кого нет проблем, вопросов ну как-то вот и легко, понимаете переносишь легко и как-то не очень волнуешься и как-то проблемы разрешаются в общем как-то в таком позитивном русском это не значит, что нет проблем это не значит, что ты в 70 выглядишь на 18 вот и так было в принципе долгие годы годы там как-то вот и как-то немножко до пенсии и сколько и сколько это может стоить так что вот и вдруг она будет на части как-то все становится по-другому уже никто не помогает уже на машине никто не возит уже продукты не привозят уже здоровье не то здоровье разваливается отношения разваливаются что там еще что там еще людей особо нету и с деньгами плохо только пенсия пенсия вы поняли, да? и уже не просто там какие-то развлечения поездки там турпоездки по Европе путешествовать а это уже поликлиника сиденье в очередях в поликлинике с бабушками вы чувствуете разницу? а туда ехать на трамвай или на автобусе а не на машине что там я еще забыла добавить? ну вы поняли, да? а так казалось бы те же люди в принципе та же жизнь в принципе жизнь она знаете вот какая она у вас раунд вас потому что жизнь в королевском дворце где-нибудь в Дубаях или где-нибудь я не знаю на Сейшелах или в другой части вообще мира света и на голливудских холмах у голливудских актеров она разная вы со мной согласны? правильно? известные голливудские актрисы и актеры которые получают и получали огромные гонорары которые сохранили эти деньги вложили приумножили они отличаются от жизни тех людей которые живут в каком-то здесь спальном районе в общем по многу лет и живут на пенсию есть разница правда? они просто хотели спросить а что это произошло и что это было была ли это энергия любви они так и не поняли просто они как бы вот не совсем поняли они говорят вот энергия любви ну в общем как-то что мы там о любви поговорим или там книжки медитация Натальи Правдиной что это такое миллион долларов хорошо энергия денег миллион долларов 10 миллионов долларов 100 миллионов долларов бизнесмен своя фирма это как-то понятно это вместо того чтобы сказать спасибо за годы жизни такой хорошей вообще жизни вместо того чтобы сказать спасибо хотели я так понимаю предъявить претензии или там что-то такое а там что-то сценарий для фильма вот сейчас я там мне там как Клаус Джолд медитация сейчас там все подключусь сейчас я приду сейчас так так Продолжение следует... 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 Поэтому, в принципе, если, знаете, за кого-то кто-то хочет молиться и так далее, я думаю, что все-таки нужно сначала помолиться за себя, за свое здоровье, быть самому здоровым. Так что вот, если у тебя проблемы, лучше встать на колени перед Господом за свои проблемы и, в общем, как-то решить свои проблемы, если у тебя есть проблемы, а потом за других уже молиться или как-то просить что-то. Так что вот. Потому что они решили, знаете, что они вот это вот, как там, вот это, понимаете, слишком как-то вот так. Ну, в общем, это звучит метафорично. И знаете, там все, знаете, что дальше по фильму было? И по одному звонку, по одному звонку, вот так вот можно позвонить туда. Так что вот. А тебя уже вывезли куда-то там. По одному звонку вот так звонишь, потом вот так вот врачи входят в палату, смотрят, а эти там лежат, живые. А их вроде как уже вывезли. Ну, а врачи, наверное, думают, что, наверное, ошиблись, может, палату перепутали, там еще что-то такое. Так что вот. Они, наверное, подумают, что им это показалось. То есть там. Спасибо. 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 Так что вот, не надо забывать, знаете, кому-то 18 лет, кому-то больше, кому-то 30 с небольшим, кому-то, знаете, 40 с небольшим, а у кого-то и другой возраст, кому-то и 90, и за 90 лет, а кому-то и по 100. Я просто вот по интернету смотрю, сколько Джорджу Соросу лет и Барону Баффе, так что вот. И самое интересное, возвращаясь к тому сценарию фильма, вот этот посланник, да, посланник Господа, понимаете, чтобы люди знали, что это именно посланник, понимаете? Вы знаете, какая энергетика, какая сила, понимаете, даже какая-то больница там, поликлиника входит, понимаете, чтобы знали, кто это, входит, например, в больницу или в поликлинику, и практически все здоровы, только одним присутствием этого посланника. А для чего? Это для того, чтобы знали, что это вот. Вообще очень много интересного. Знаете, я вам советую читать очень умные книжки, интересные книжки, в том числе, знаете, огромное количество мудрых, умных книг, сама еще, знаете, такие жемчужины из книг. Я посетила достаточно много семинаров, я училась и на курсах Нарбекова, и у Наталии Правдиной. Так что вот, и в центре Свиеша была, и в Америке, там, и изучала фэн-шуй, и также на курсах Свиеша была. Так что вот, и как пишут свои книжки, Мир Закарим Нарбеков, в общем, о каком-то таком восточном, ну, не знаю, это, наверное, притча тоже, как там, очень так интересно, о мужчине, который ходил по базару, в общем, мог материализовать вещи. Так что вот, он мог из ниоткуда, в общем, вот ничего у него в руках не было, и просто вот материализовать что-то, и прямо оно появлялось у него в руках. Это пишет Мир Закарим Нарбеков в своей книжке. А еще очень интересно, я ездила к такому мужчине много лет назад, Ганин, Ганин, который по ладони, по ладони говорил о будущем, и вообще о человеке, о будущем. Вот, и он тогда мне про Саибабу из Индии говорил, что Саибаба может материализовать вещи, кольца. Вот, и, в общем, кому-то из его знакомых, кто-то вот ездил в его, так скажем, в Индию, там какие-то вот эти, вот вы поняли, да, то есть, в общем, такой очень известный Саибаба был. Вот, и, в общем, что кому-то из знакомых Ганина, он материализовал какие-то, в общем, вещи, и дарил, в общем, в частности, кольца, так что люди совершенно, в общем, совершенно фантастика. И как вы отнесетесь к тому, что вот он сказал, что да, вот бизнесмен съездил к Саибабе, в общем, Саибаба материализовал ему, прямо вот ничего не было, прямо материализовал кольцо, даже каким-то камнем подарил этому бизнесмену, этот бизнесмен это кольцо носит, в общем, это кольцо приносит, не знаю, там, удачу, что-то бизнес, всем там такое, вы поняли, да? Я не знаю, сказка, я сама это не видела, это история, это сказка. То, что рассказывает в книжках Нарбеков, что это мужчина, что он ковер или что-то материализовал, прямо вот так. Так что вот. Откуда они это взяли? Может быть, они этим самым хотели как-то привлечь больше клиентов, посетителей, чтобы у них жизнь оказалась сказкой, я не знаю. И зачем Наталья Правдина советует, прежде чем выходить из дома, нужно сказать, помолиться ангелу, попросить ангела-хранителя, чтобы ангел охранял. Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Просить защиты у архангела Михаила. Зачем Михаил спереди, Михаил сзади, Михаил справа, Михаил слева, Михаил снизу, Михаил сверху, везде Михаил, там, где я иду. Я есть его любовь защищающая здесь, я есть его любовь защищающая здесь, я есть его любовь защищающая здесь, и уже выходить в мир, и знаете, какие-то камни, обереги, в общем. Зачем это Наталья Правдина говорит? Мужчина, вы опять звоните? Мужчина опять звонит. Ну что, мы вас приветствуем, так что вот, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум Саифудин. Если вы хотите стать спонсором моих программ, вы можете перечислить мне деньги на мою кредитную карту Bank of Tinkoff, моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, Мактум Саифудин, через дефис, пишите на русском языке. Так что вот, мы, мужчины, вам желаем прекрасного дня, так что вот, и вашему Ишаку Ишака не обижать, так что вот, мужчина, так что вот такие вот дела. Хотела я сказать, что продайте Ишака и перечислите мне деньги, мне Ишака стало жалко, я подумала, ну что вы будете Ишака продавать, животное, все-таки, так что вы его не обижаете, мужчина, он все слушает. Смотрите, он не вешает трубку, он теперь не хрюкает, может быть, он уже лучше становится, он уже выздоравливает. Он не вешает трубку, с ним вот так поговоришь, может быть, он из какого-то аула, понимаете, я вот так отношусь, а может быть, он языками вообще плохо русским владеет. Он мне когда-то ночью звонил, в 3 в ночи, в 4 в ночи, я только там хотела заснуть, а он мне все звонил, я его обматерила так, по-черному я его обматерила. Вы знаете, какая его реакция была, он мне столько смс не присылал, знаете, я его так обматерила несколько раз, я ему сказала матом один раз, он не понял, еще раз перезвонил. Я ему еще раз матом сказала, он опять перезвонил, я еще раз матом сказала, потом он мне стал смс присылать. Это в 4, наверное, где-то в 4 утра, когда я хотела спать. Он мне присылал, а я их не читала, я их просто стирала, такие большие смс он мне, знаете, стал присылать. А потом я вот подумала, неизвестно кто, что пришлет, а потом еще могут сказать, что это мой знакомый. Так что вот, присылать мне смс ночью, я их читать не стала, я их сразу стерла, пару дней назад было. Это о чем я вам говорила? А, о защите. Понимаете, и тут же Наталья Праздна, она же много советует, такие обереги и всякие такие штучки, и камни различные обереги, и с молитвой. Она говорит, что в наше время нужно не только с одной молитвой, с двумя молитвами, с оберегами ходить. Понимаете, вот это вот. И тут же пример приводит, что вот она, она много летает на самолетах, а это определенная рода, рода, вы поняли, да? Вы смотрите ее, понимаете, я интересуюсь ее творчеством уже давно. И она здесь же приводит примеры, что, понимаете, вот она читает эти молитвы, обращается к ангелам хранителям, к ангелам Михаилу, различные защиты, и защиты фуншуй, и различные там, как там, символы фуншуй, обереги и так далее. Она все это советует, у них там где-то продается, там, знаете, вот это вот, в том смысле, всякие. Ну, она же у них там еще и магазинчик работает, всякое такое, они, знаете, эти браслетики из камней. Вот тут же она приводит пример, как она прилетела в Санкт-Петербург или куда-то, были теракты, вот, и она вышла из самолета туда, и, в общем, как там, где там, она была не одна, она была со своим, так скажем, вот там, она не одна летела. И, в общем, здесь же, как говорят, только они там вышли, отошли, и там случился взрыв. Но их там уже не было, вы поняли, да? Вот она приводит пример. Но их там уже не было, они успели выйти, они успели там сидеть в машину буквально там, понимаете, считанные минуты. Что спасло, что помогло, понимаете? Что трудно, прочитать молитву или сказать, что это странно. Обращение к ангелу, скажут, ну, вообще вот это вот. Кто-то скажет, да, вы что, шутите, что ли? Какие, в общем, что это вообще вот это? Какой ангел-хранитель вообще как-то, ну, знаете, все по-разному относятся, у кого-то, может, другая религия. Кто-то в ангелы не верит, кто-то в чего-то там другое верит. Почему люди сдают билеты на самолеты? Вот статистика какая. Самая большая сдача билетов на самолет, те самолеты, которые попали, это, крушение было. Многие люди сдают, понимаете, у кого-то интуиция сработала, и они сдали билеты, полетели другим рейсом. Это статистика говорит об этом. Можно верить, можно не верить в ангелы-хранители, понимаете, как-то вот так вот. Кто-то говорит, вот и Пантелеймон, пойти в церковь, поставить свечку к целителю Пантелеймону за здоровье. Я, сколько путешествую, я очень люблю церковь, тем более, знаете, люблю вообще такие заведения разных религий. Что бы там в Индонезии были, там своя религия, вообще темпл такие, в общем, такой, а, вот эти Будды, а, я вам еще не рассказывала про Таиланд, как мы с Перри были. Эти Будды, эти свечки, этот лежащий Будда в 100 метров или в 200 метров. Меня что-то удивило, понимаете, вот это, у них какая-то своя там религия была как-то очень далека, вот эта религия у какой-то мужчины идет. Галстуки, вот это, припарковал машины, чтобы там захороняли его машину. Ну вот, понимаете, там совершенно другая религия. У меня всегда, знаете, такая open-minded, понимаете, в этом Таиланде, понимаете, знаете, какая-то вот эта лежащая Будда, тут этот песочек, кстати, свечечки ставишь, вообще все красиво-красиво, там у них такое все свое. Казалось бы, другая религия, там берешь, как-то покупаешь, или как-то свечечку, вот это ставишь, вот это. И, в общем, так, знаете, мы очень так вот по нескольким, это в Бангкоке или где-то, очень, вот знаете, такое все колоритное, красивое, вообще какие-то совершенно, совершенно такое другое, удивительное, вот это вот. Мне это, кстати, очень, я вам мало рассказывала, мне это очень удивило. Говорю, какой-то лежащий, или какой-то лежащий Будда в много-много этих метров, подумайте, фотографии я привозила, вот это вот. А можно говорить, что, а, у меня другая религия, я в эту религию не верю, там, черт, а что, пойдет какой-то Будда, там, вот это, ну, посмотреть на это, как на произведение, знаете, как музей, там, как-то вот это вот воспринять, вообще красиво, знаете, вот, что-то там вот это вот, какие-то приношения, там, смотришь, какие-то штучки, какая-то еда лежит, у них как что-то свое, там, какие-то, то ли духи, то ли какие-то приношения, знаете, ну, вы поняли, там, какие-то цветочки, там, какая-то там смотришь, там, и там, и вот это, и какие-то дома, вот это, ну, что у них такое свое, там, вот это. Я вот, честно говоря, так, знаете, особо там экскюшены мы не брали, я точно не могу сказать, так особо ни у кого не спрашивала, я так, в общем, как-то сделала такой, в общем, вывод, в принципе, знаете, как для общего развития посмотреть, ну, этот лежащий Будда, эти статуи Будды, я говорю, что это вообще просто какая-то вот эта вот, просто такая уникальная, понимаете, такую уникальность я не видела, а потом какие-то вот эти вот дворецы, в этом, дворец вот этот вот в Бангкоке, наверное, этот, как называется, этот царский, как там, дворец-то вот этот, там такие вот маленькие штучки, штучки, в общем, такое все очень интересное, огромная территория, это даже первый раз, да, мы, когда я же, я же там летала, там, через Ташкент первый раз, с Тимом мы там встречались, в Таиланде, я даже не улетела из Таиланда, пока не посетила, знаете, вот этот вот дворец, и то, знаете, перед уже отлетом самолета, уже ехала из Паттайи на такти, знаете, в Бангкок, в аэропорт, и, говорю, мужчина, около Королевского дворца остановите, хочу там посмотреть, короче, на экскюршине еще там не была, а он мне, говорит, поздно, уже закрыто, я говорю, ну, сделайте остановку пять минут, я посмотрю, у меня, знаете, такая, чемодан в машине, такая, он говорит, ну, хорошо, вы меня подождите, вообще, знаете, такая наивность вообще, на самом деле, Татьяна Салмановна, такая вообще наивность, ну, хотелось посмотреть, был уже вечер, было уже такое, темнело, он меня подвез ко входу, я такая смотрю, никого нет, вход, я и вошла, там не было охраны, там никого не было, я вошла, уже прошла на территорию, там не было вообще никого, такая индивидуальная экскюршина у меня была, как я не побоялась заблудиться, не знаю, я сюда пошла, пошла, там такое огромное-огромное территория, никого нет, я там смотрю, так и там такое-такое все удивительное, так что, ну, минут десять, наверное, гуляла по территории, а потом нашел меня охранник, так что, что-то он меня спросил, я говорю, ну, да, говорю, я вот, я зашла, там, вот это, вот, он говорит, да, вот, пожалуйста, ну, он меня попросил выйти, он меня любезно попросил выйти, ну, я ему спросила, а где здесь выход? ну, да, я же не помню, что я его спросила, ну, я думаю, а там никого не было, я вошла, там никого не было, все открыто было, ну, да, и все, мне показал выход, и, в общем, там, в общем, я обратно в это такси, и, в общем, улетела, улетела обратно через Ташкент, в Санкт-Петербург, в общем, с такими, с морем впечатлений вообще об этом Таиланде, и, в общем, вы понимаете, да? Вообще, конечно, по тем временам, мне было 30 лет, так вот, решиться вообще вот так вот лететь на другой конец света, и вообще одна я летела, ознакомиться с каким-то потенциальным женихом непонятным, это, конечно, нужно иметь смелость. Это по поводу различных религий, каких-то свечек, каких-то молитв, я говорю, что я вот, знаете, как-то вот так вот open-minded, поэтому мне очень нравится. Наталья Правдина, вообще, рассказывает о каких-то талисманах, не знаю, там, в общем, у меня много книг было куплено, Марка Лизабет Профит, различные ангелы, к которым можно обращаться. Вообще, как вообще, она тоже говорит, что не надо это фанатично, понимаете, не надо это как-то, не надо этим фанатично заниматься. Но нужно к этому так относиться, так, что-то такое, ну да, ангел мой, будь со мной, это впереди, я за тобой, вообще, Архангел Михаил, какие-то вот эти, пантелеймон, что-нибудь такое, какие-то обереги, понимаете, вот эти вот, ну, что-то такое, да, и поберечься, и в общем, вот это, а что? Я еще раз говорю, я летала, я сколько там и ходила, летала, сколько там ходила на сеансы Коновалова, больше 12 лет, с его этим буклетом. Кстати, с молитвой Франциска Азийского. Не просто так. Такой уверенности всегда в этот самолет. Другие мужики аж такие, пока не выпьют бутылку, они даже с самолетом не сесть. Все боятся, что упадут. Кто-то у меня спрашивал, вы не боитесь лететь через океан? Я просто тогда не знала. Понимаете, лететь через океан нужно, честно говоря, я вот вам из моей практики, вот вам хочу сказать, ну, у некоторых, может быть, у кого паническая, понимаете, у кого панический страх, это, конечно, одно. Вот это. А в принципе, боятся, боятся, если боятся, то как бы не лететь. Если у людей фобии, они боятся самолетов. Это одно. Если у человека фобия, далеко лететь, это я, ну, это, в общем, как-то это отдельная история. А вот так вот, знаете, вот это вот боятся. Во-первых, если надо лететь, что бояться? Если надо лететь, зачем бояться? Я никогда не боялась. Я считаю, что, знаете, бояться, бояться надо, не что там бояться. В общем, в общем, знаете, тем более океан. Я вообще, когда, знаете, садилась с этим буклетом Коновалова, как там, в этот самолет, я вообще считала, что со мной всегда будет хорошо, тем более я с буклетом, а вообще с такой уверенностью. А те, кто у меня спрашивали по поводу бояться лететь через океан, я бы вам посоветовала лучше вот это вот, как там, они вот боятся надо лететь через океан. А вы лучше бойтесь оказаться, знаете, в психушке, привязанном ночью к кровати, а днем к стулу. Так что вот. А не лететь через океан. Так что вот. Боятся лететь через океан. Это вот так в психушке могут напичкать таблетками и издеваться над вами. Вот это вот вам нужно бояться. А лететь через океан, а лететь через океан, вы поняли, да? Если у вас фобии нет. лететь через океан. Вот так вот. Так что вот. Так что вот. В общем, я ему сколько раз не говорила, а он все равно, все равно вот это вот, как бы хотела бы ругаться матом чего звонит я вам еще раз показала я все стерла, нет, не стерла его номер ооо... это что? он мне написал что ли? он мне что-то написал? дорогие друзья, мы сейчас будем смс читать он мне что-то написал чтобы ваше вот это вот смс слушай, ты мне нужишь пустульчик что ли принести? Он мне что-то написал. Ну что? Близ, думал, кунтик был? А, кунтик, я даже не знаю. Ну, давайте я тогда поставлю. Сейчас я поставлю стульчик, сейчас я сюда. Ну что, погуляю еще и на балкончике. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте я вам покажу, что он мне написал. Ну что, я сама потом почитаю крупно на экране, потому что сама не читала. Вы будете первой, ну не первой, я потом посмотрю еще раз, да? Сейчас я это сотру просто. Вот его номер телефона и то, что он мне написал. Это я стираю сейчас. Я, конечно, его прошу мне не звонить и не писать, но он как бы не понимает. Ох, вообще шикарно, шикарно. А то хотела, думаю, фильмы там посмотрю. Вообще шикарно, здесь на балкончике шикарно совершенно. Правда? В смысле, свежим воздухом потышать. Воздухом потышать. То есть, почему мне им смс? А книжечек, знаете, вот сейчас. Сейчас книжку, книжку герой принесу. Книжку герой. Книжку герой. Наверное, для нас тут много чести над 32-м домом, чтобы у нас вертолеты летали. Сердце героя. Шритт мелковат. Мелковат шритт. Мелковат. Ну что, возьмем книжку более крупную шриттуру? Или уже будем выключать видеозапись? Попробуем. Видео. Продолжение следует... 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 про деньги глава 12 деньги хозяин или слуга так что вот я даже из его книги там цитату сделала да цитата в моем этом деньги хозяин излугая свои книги тайной психологии денег это богатство и процветание удача от каждый будет ходить это ты кашляет как как говорится из его книжки только на английском языке я вообще на цитату знаете у него очень хорошо написано как нужно вообще распоряжаться деньгами на что тратить вы что-нибудь знаете где-то не складывайте наоборот занимается план себя производства что деньги должны работать про эту пропалитную трату трату денег то есть наверное в этой голове у него это написано очень как говорится со знанием дела так что вот здесь есть разница понимаете пообщаться знаете пообщаться с богатейшим человеком который добился таких вот вообще вот этих выдающихся результатов понимаете сделал такое производство в общем как он думал как он рассуждает понимаете там даже будучи например в возрасте когда вот уже был или с обычным человеком который в принципе отработал может быть там на его производстве или на заводе всю жизнь вы поняли да две большие разницы одно дело было с ним как-то пообщаться поговорить вообще вот чем и интересны такие люди а другое дело пообщаться с каким-нибудь рабочим на его заводе который всю жизнь там отработал это как бы вы понимаете да две большие разницы поэтому как и говорят что если вы знаете богатых людей или таких близких богатств или миллионерах задавайте им правильные вопросы знаете вот это узнавайте как они думают какие книги они читают какие передачи и вообще ну в общем чем они увлекаются какие передачи смотрят чем интересуются в общем какие-то такие вот эти вопросы и как в принципе они думают железные железные дороги я не знаю а к чему к чему благотворительность 293 страница 293 страница кстати очень важный момент 293 страница книжка большая и что вот я сама все не читала читала только от рыбки они сразу приводят а наверное количество филантропии рабочих и какой нам долларов чё тут такая 9 кредит мое достижение в общем короче вот эти вот расчет угласить на 880 долларов а какая 880 долгах у него интересность приводится 880 долларов не тысяча 880 но это все изучает она наша с вами любимая машина на садовская приехала вообще как ждем ждем где вы ходите где вы ходите мы вас ждем я хотел помочь это изучит а здесь я вам покажу это может быть я поставлю вам будет прям инкассаторскую машину смотрите вам видно сейчас поставлю смотрите вам видно нет инкассаторскую машину или не видно он она там остановилась мужчина уже вышел вам видно или нет инкассаторскую машину нужно поднять больше